МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша и дневной выпуск программы Республика. Об основных событиях к этому часу и прошедших выходных вам расскажут наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. В воскресенье 13 сентября в Чувашии, как по всей России, прошел единый день голосования. В 24 регионах страны выбирали новых главсубъектов. В 21-м путем прямых выборов и в 3-х голосованием в местных парламентах из кандидатур, представленных президентом страны. По предварительным итогам временно исполняющей обязанности главы Республики кандидат в главы от партии «Единая Россия» Михаил Игнатьев набрал более 65% голосов избирателей. Напомним, в Чувашии одновременно прошли выборы главы региона и депутатов местного самоуправления. Для последних предназначено в общей сложности 3746 мандатов. Всего в день голосования работали 1184 избирательных участка. В Ночебоксарске и Цивильском районе в помещениях для голосования были установлены КАИБы, комплексы обработки использованных бюллетеней. Помимо участков, расположенных в школах, государственных учреждениях и организациях, были открыты участки в больницах Республики, в следственных изоляторах, шло голосование на дому. Для незрячих избирателей предусмотрели особые условия. На выборах работали наблюдатели от всех партий. Грубых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зарегистрировано. Предварительные итоги выборов начали подводиться уже накануне вечера. Члены региональных отделений партии «Единая Россия» вышли на связь с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым. Какая обстановка царила в Чебоксарском штабе, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. То, что правящая партия сохранит свои позиции в Республике, стало очевидно, когда подсчет голосов только начался. На протяжении всего вечера министры Чувашского правительства и депутаты Госсовета не расставались с телефонами и планшетами. Свежие цифры в Чебоксарский штаб «Единой России» поступали каждую минуту. Высокие результаты по итогам выборов демонстрируют и другие регионы. Это не может не радовать, отметил премьер-министр Дмитрий Медведев. Итоги, на мой взгляд, во всяком случае, по тем данным, которыми мы сейчас располагаем, для партии «Единая Россия» выглядят вполне удовлетворительно. Я бы даже сказал, что это хорошие результаты. Они, с одной стороны, отражают реальное влияние партии «Единая Россия» в регионах предпочтения наших избирателей. А с другой стороны, показывают, что российская демократия развивается, показывают, что парламентские партии достаточно удачно проводят свои избирательные кампании. И выборы прошли на высоком конкурентном уровне. Это не может не радовать, потому что в этом залог развития нашей страны и показатель того, как чувствует себя наша политическая система. По итогам избирательные кампании этого года зарекомендовали себя и новые партийные проекты. Во многих регионах прошли предварительные выборы. Только благодаря праймерис, отметил Дмитрий Медведев, удалось понять, насколько жители страны доверяют команде «Единая Россия». Надеюсь, этот институт получит дальнейшее развитие. Это реальный атрибут реальной демократии. И хороший пример, кстати, для других политических сил, если они решатся его использовать в своей политической практике. Но мы, конечно, ничего навязывать не будем. Те задачи и цели, которые ставились непосредственно региональным отделением партии «Единая Россия», они сегодня выполнены. Это легитимность, конкурентность, чистота. Свои ожидания оправдала единый день голосования в регионах. В большинстве субъектов явка на выборы превысила порог 60%. Это неплохой показатель. Нынешнюю избирательную кампанию в федеральном центре уже называют генеральной репетицией перед выборами в Госдуму. Все то, что мы первоначально намечали, я сам лично подчеркивал, выборы должны на территории республики пройти честно, конкурентно, открыто. Вот это практически на нашей территории все эти высказывания соблюдены. Это большое такое значимое, серьезное дело. Почему я говорю? Потому что выборы на должность главы республики, в республике все знают, 15 лет не проводились. Хочу сказать слова искренней душевной благодарности всем избирателям, которые пришли на избирательные участки и, воспользуясь своим правом, сделали свой выбор. Выборы состоялись, теперь подытожил Медведев, но занявшие свои посты главы регионов и депутаты должны выполнить все то, что пообещали избирателям. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Сразу после закрытия избирательных участков кандидаты подводили итоги выборов в штабах. Наша съемочная группа собрала впечатление от прошедшего дня голосования кандидатов на пост главы Чувашии. Проведение выборного этапа я оцениваю очень положительно. Я знаю, что и сам был непосредственно свидетелем, как работала исполнительная власть, как все ответственные институты. Я очень рад, что выиграл Михаил Васильевич Игнатьев, так как избиратели смогли оценить то качество работы, которое было пройдено в течение пяти лет. И я доволен тем, что вместе с ним вырастают молодые политические кадры, которые, в принципе, наверное, составят, скажем так, будущую политическую элиту Чувашской республики. Прежде всего, та обстановка, которая царила в момент выборов, в этот день, она свидетельствует о достаточно стабильной ситуации внутри республики. Есть ряд регионов России, где 30% только явка была, а в Чувашии превышен порог, выше 50%. Это говорит о том, что население не устало, и сами выборы являются одним из главных способов решения своих проблем, значит, видят, доверяют власти. Эти выборы показывают, что граждане Чувашии уже привыкли жить по новым демократическим нормам. Это очень отрадно. Что касается вот результата, то их результативность свидетельствует того, что с 2011 года это большой шаг в сторону понимания и осознания своей не только ответственности за какие-то решения, но и понимания власти, что она просто так никогда не удержится ни в каком регионе. И отсюда свидетельствует то, что единая сильная команда сформировалась на протяжении последних двух-трех лет. И это свидетельствует того, что власть тоже понимает, что демократические традиции – основа всех основ. Пожалуй, одной из основных особенностей этой избирательной кампании я назвал бы отсутствие какой-то серьезной черной борьбы друг против друга основных кандидатов. Хорошим следствием этого стала высокая явка. Чем больше грязи на избирательной кампании, тем меньше явка. Те условия, которые были созданы на этой избирательной кампании для политических конкурентов Михаила Васильевича Игнатьева, то бишь и для Коммунистической партии, и для Справедливой России, и для ЛДПР, я отвечаю вам, что вот эти вот условия, они, собственно говоря, предполагали, что по ходу дела можно было всему административному ресурсу, если бы он таковой и был, можно было противоставлять вполне себе спокойно те или иные политически чистые белые технологии. Потому что какого-то жесткого противостояния, еще раз подчеркиваю, здесь не было. Админресурс, он же чем опасен для политтехнологий, да, ну, когда у тебя может работать потрясающая команда политтехнологов, но они ничего не смогут сделать, потому что это нельзя, это нельзя, на телевидение доступа нет и так далее и тому подобное. Здесь этого не было, понимаете, как бы, если были созданы условия, при которых можно было совершенно спокойно развернуться вот шире по полной программе. Апеллировать к административному ресурсу, это самый лучший и спокойный способ оправдать свою неудачу. Поэтому каждый вправе апеллировать к чему угодно, но, наверное, это всего лишь одна из причин поражения. Предварительные итоги единого дня голосования обсудили и на еженедельном совещании Михаила Игнатьева с правительством республики. По данным Центра избиркома Чувашии, явка избирателей составила почти 58%. На данный момент обработано 93% протоколов участковых избирательных комиссий. Эти цифры еще могут варьироваться, но кардинальных изменений не будет. На выборах главы республики по предварительным результатам Михаил Игнатьев набрал 65% голосов, Олег Николаев – 15%, 13% получил Валентин Шурчанов, а Константин Суботин – 3,4%. Что касается выборов в Чебоксарское городское собрание, а столичный парламент формировался в отличие от всех остальных по смешанной системе, кандидаты от «Единой России» лидируют во всех округах с отрывом в 20%. С точки зрения вообще электоральной – это пропасть. 20% – это отрыв, который говорит о безговорочной поддержке. Если взять единый избирательный округ, по единому избирательному округу такая вот символическая цифра, очень важная, в первую очередь, с психологической точки зрения – 50%. 50% плюс один голос – это безоговорочное преимущество. 50,6% пока партия «Единая Россия», на втором месте КПРФ, на третьем – «Справедливая Россия», на четвертом – ЛДПР. Практически все точно так же, как на выборах Государственной Думы. Напомним, итоги предварительной и окончательной цифры Центр избирком обещает озвучить в ближайшие дни. Михаил Игнатьев поблагодарил всех, кто принимал участие в организации и проведении выборов. Я хочу поблагодарить всех вас за ту ответственную работу, которую мы вместе с вами вчера провели. Выборы, можно сказать, одним словом, в республике состоялись на конкурентной основе. Жалобы есть, но значимых, серьезных жалоб по той информации, которую мне давали, это оперативная информация, таких серьезных, значимых по выборам и главы Чувашской республики, и органов местного самоуправления нет. Также на планерке говорили и об исполнении республиканского бюджета нашей республики за 8 месяцев этого года. Так, например, собственные расходы составили 23,6 миллиардов рублей. А что касается доходов, то они возросли на 169 миллионов рублей. Доходы бюджета исполнены к уровню прошлого года 101%. Если посмотреть по виду налогов, налоговые доходы это 101,1%, а не налоговые доходы 104,2%. Что касается собственных доходов, вы видите, налоговые доходы у нас в основном в зеленую зону попали. Это налог на прибыль, акцизы и налоги на совокупный доход. Такие налоги, как налог на доходы физических лиц и налог на имущество, они у нас в красной зоне, то есть это означает меньший уровень прошлого года. Обсудили и ход реконструкции моста через реку Большой Цивиль на трассе М-7. Вот этого объекта и освоение средств планируются в этом году. В планах и реконструкция федеральных дорог М-7 и А-151. Юлия Важенина, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика. Это все, что мы можем рассказать вам сейчас. Итоги дня подведем в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин